Наталья Юрьевич, нашу сегодняшнюю беседу хочу начать с сообщений в Guardian, которые оценивают действия вооруженных сил Украины в Курской области РФ, как такие, которые постепенно превращаются уже на полномасштабное наступление. В то же время, что мы наблюдаем за более чем неделю, как эти события комментируются Кремлем. Избегают там слов вторжения. Путин говорит о, цитата, ситуации в приграничной зоне, происходящих событиях, провокации и так далее. Скажите, пожалуйста, таким образом, вот такими характеристиками сейчас Путин пытается убедить россиян, что все под контролем? Ну, это задача пропаганды любой страны. И, естественно, он, получив грандиозную пощечину в результате всего этого, которое на 2024 году его правление показывает его несостоятельность, Ну, включаются механизмы пропаганды для того, чтобы сказать, что, ну да, нам сложно, вот видите, проклятые фашисты на нас напали, но, тем не менее, естественно, мы победим. Я сейчас вернусь к этому, но я хочу сказать, что надо очень осторожно относиться к действиям украинцев и не начинать придумывать историю, которая называется «Москва за три дня». Это действительно вторжение на территорию соседнего государства, суверенную территорию. Это огромный удар по путинскому всему, по его правлению, по отношению к нему народа, если там народ к чему-то хотя бы имеет силы сейчас относиться. Это удар по нему как руководителю, удар по руководителям армии, удар по ФСБ, по всей путинской структуре. Но, давайте не забывать, что в России много людей, много оружия, и да, они туда сейчас перебрасывают свой контингент, но они там наберут достаточное количество войск для того, чтобы теснить и, может быть, даже выдавить украинцев. Однако перелом все-таки произошел, и этот перелом совершенно в другом, не вот в каком-то безумном наступлении, но оно действительно безумное по самому факту и по количеству пленных, которые там уже вообще непонятно, сколько человек взято в плен, что там более тысячи, хороший обменный фонд. Но дело тут в другом. Стало понятно, что у Путина системная проблема, она заключается в том, что граница в 800 километров не может быть защищена. Ну, просто принципиально, потому что тогда, если на каждом метре или даже через 10 метров границы ставить какого-нибудь солдатика, да, необученного, который просто как гуси в Древнем Риме должен, в Древнем Риме, да, гуси спасли Рим, закричать, что вот украинцы идут, хохлы идут, то нужно всю армию там поставить. То есть, другими словами, вдруг обнаружилось, что Россия уязвима и что украинское руководство военное и политическое принимает решение, куда им наступать, независимо от разрешения Путина или неразрешения. Вот это вот, на это обращают внимание в последнюю очередь, а это самое главное, вот когда говорят, что Украина с этого дела получила. Вот она получила ровно это, она получила грандиозный испуг и грандиозное системное непонимание. Потому что, если посмотреть российские ток-шоу, которые идут сейчас политические, там, естественно, давайте бросим атомную бомбу, кто это дело упустил, давайте найдем виновных, нет, давайте виновных не искать. Ну и самая главная фраза российской пропаганды, которая уже на протяжении двух лет звучит, надо что-то делать. Ну и все упирается в атомную бомбу, потому что другого средства просто нет. Поэтому, ну так сказать, не будем обращать внимания на российскую пропаганду, хотя я вам хочу сказать, что и российская пропаганда сейчас изменилась. Они прямо честно и откровенно говорят про то дерьмо, в которое попала Российская Федерация. Единственное, им пока не хватает смелости назвать виновных. Они просто говорят, это безобразие, надо найти виновных. Ну пусть еще. Ну вот такой всплеск таких характеристик, да, зэдпабликов, он был, когда был этот Пригожинский недобунт. Вот тогда точно так же пытались искать виновных, рассказывали о том, в какой реальной сейчас ситуации российская армия, но как-то это быстро все сошло на нет. Сейчас будут ли как-то контролировать вот этих зэдблогеров, как считаете? Мы знаем, что принимаются, так сказать, они вдруг стали не ко двору. Потому что у них ведь, у блогеров нет политесса. Они не понимают путинских политических необходимостей. Да, где-то смолчать, где-то сказать. Они такие вот эти вот те самые римские гуси, понимаете? Они орут, и они такие, знаете, российская оппозиция наоборот. Они считают, они ищут правду. Но они очень странные люди, они не понимают, что их используют, пока они нужны. И вот уже начинают звучать в Государственной Думе России голоса по поводу того, что их надо приструнить. И я думаю, что скоро мы будем свидетелями появления на Западе вот этого правого российского фланга. То есть их начнут сажать, потому что трюк ведь в чем? Если ты критикуешь действия СВО, если ты критикуешь Верховного главнокомандующего, то есть Путина, да, если ты вот это все критикуешь, то тебе шьется уголовная статья. Пока, так сказать, все было хорошо, то они хвалили, и все было хорошо. Сейчас они начали ругать, причем абсолютно отчаянно и не стесняясь в выражениях. Ну, империя наносит ответный удар, поэтому, как ни парадоксально, они сейчас начнут бежать. Всякие вот эти котенки, вот эти вот, ну вот все вот эти. Я почему запомнил котенок, потому что он то ли котенок, то ли котенок. Им за вот эту правду и за вопросы дополнительные и не санкционированные Кремлем съемки на территории, например, там, оккупированной Украиной, российские, им это вылезет боком. Потому что они нужны, когда они нужны, а когда они не нужны, они сядут в тюрьму. Вспомним Гиркина, да, Гиркин много говорил, а когда начались у него внутри, так сказать, кто виноват и что делать посерьезу, то он сел на 4 года, если я не ошибаюсь. То же самое будут с ними, поэтому скоро мы будем свидетелями, как там в Германии, в Польше будут драки между российской оппозицией, которая против войны, с российской оппозицией, да, и это будет российская оппозиция, которая за убийство украинца. Вот эти все корреспонденты, им нужно будет либо заткнуться, либо уехать. Вот такая российская правда. А что не так с российской оппозицией? Почему у них до сих пор не выработана какой-то единой позиции? Ну, понимаете, я не хочу этим заниматься. Я достаточно хорошо понимаю, что делает российская оппозиция. Она старается сохраниться, а сохраниться она может... Я сейчас не имею в виду вот нескольких там трех человек, которые освободили. Карамурзу, Яшина, еще там пару человек. Это замечательные достойные люди, которые понимают, что к чему. А Карамурза это вообще тот человек, который после знаменитого дела Магнитского, он впервые убедил Запад сделать санкции. Поэтому вот именно с него все началось. Это хорошие ребята, которые все прекрасно понимают, но понимаете как? В основном российская оппозиция, она отделяет власть от людей. Российскую власть. Они говорят, что вот несчастный народ, что он поставлен на колени. Народ не поставлен на колени. Народ в свое время сделал Великую Октябрьскую социалистическую революцию, понимаете? Хотя он был в гораздо более забитом варианте. А сейчас все легко опровергается, понимаете? Они говорят, вот народ на самом деле душка, пуська, а вот он ничего не может сделать, потому что Путин. Вы меня простите, на всех выборах, начиная с 2000 года, вот этот богоносный народ, который хотел хорошо и богато жить и был против войны, за кого он голосовал? Он голосовал за трех человек. На первом месте Путин. А вот что интересно, на втором Жириновский и на третьем Зюганов. Вот настоящие цели и мечты вот этих поставленных на колени российских граждан. Понимаете, в чем дело? Массово. И тогда там еще были такие люди, которые там пытались как-то повести Россию в другую сторону. Ну, там, ну, например, Явлинский, да, который сейчас совсем ничего собой не представляет, но это была альтернатива. Понимаете, там всегда была какая-то альтернатива. Не, народу не нужна альтернатива. Народу нужно... Это видимость альтернатива была, либо все-таки альтернатива? Еще раз, нет, вы неправильно задаете вопрос. Причем тут видимость? Вот если тебе не нравится... При том, что Явлинский подконтрольный. Как и тогда мог быть, так и сейчас. Подождите, вы считаете, что народ это знал, да? Народ разбирался, кто подконтрольный? Слушайте, ну, не смешите меня, Лен. Ну, вы же умный человек. Вы понимаете, как это все делается. Если тебе не нравится А, то ты голосуешь за Б. Ты не задаешь вопрос такой, ага, он, наверное, марионетка Кремля, поэтому я проголосую за Путина. Почему тогда за Путина? Проголосуй за марионетку, за Господа Бога, за черта в ступе, за Бабу Ягу. Нет, россияне голосовали всегда, как сказать, осуществляя свои мечты, и передавая свои мечты, значит, сумасшедшему человеку, который хотела мыть ноги в Индийском океане, был фактически предтечей российской агрессии, и сильной сталинской руке. Эдзюганов. Понимаете? Вот все. Поэтому не надо сейчас там решать, кто там лучше, кто там хуже. Это не имеет никакого значения. Хорошие русские, плохие русские. Хорошие русские, вот как принято говорить, да, это люди либо, которые уехали, потому что, давайте скажем прямо, не участие в преступлении, это уже поступок. Понимаете? Вот они уехали, они не хотят ничего иметь в дело. Да, они боятся, что их загребут на войну, но другие сделали другой выбор. И сейчас, после того, как в Москве объявили, Собянин объявил, что 20 тысяч долларов платится тем, кто соглашается подписать контракт, в 10 раз выросло количество людей, которые стоят у военкоматов. Поэтому странная ситуация. И вот эти люди, услышав, то есть, знаете как, они были хорошими русскими, когда им там вот сидит на диване, ему говорят, за лицензию на убийство украинца сейчас она стоит там 10 тысяч долларов. Он говорит, не, 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 вообще это бесчеловечно. Потом говорят, 20 тысяч долларов. Он говорит, о, вот теперь можно. И идет военкомат. Понимаете? Вот суть того, что происходит. Давайте теперь представим это. Ну, тут, понимаете, интересная история. Можно сказать, ну, им нужны деньги. Давайте представим себе, только возьмем не Россию. Хотя нет, почему Россию? Вот представим себе, что не было войны, ничего не было, жили мирно, ездили друг к другу в гости. А потом вдруг в Украине объявляют, что мы начинаем войну против России. Да, он брат наш там, славянское братство. Ну, в общем, короче говоря, не имеет значения. Вот 20 тысяч долларов, пойди убей русского. Я не думаю, что в военкомат стояли бы очереди. Совсем не думаю. Потому что что это такое, купить лицензию на убийство русского? Понимаете? Вот это вот наше отличие. Поэтому вы задали вопрос про то, в каком состоянии находится оппозиция. Оппозиция находится в безвыходном состоянии. Она хочет стать президентами банды, представляя их ангелами. Понимаете? Причем я в данном случае не осуждаю русских. Это просто вот такие люди, которые сами себя показывают. Поэтому какие к ним претензии? Какие есть, такие есть. Матвей Юрьевич, еще одна интересная тема. Появились сообщения о том, что спецназовцы Службы безопасности Украины взяли в плен 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка вооруженных сил РФ и подразделения Ахмат. Также вчера были сообщения о том, что украинский омбудсмен Лубинец проводил разговор с российским омбудсменом Москальковой по поводу обмена пленными. И якобы этот разговор был инициирован российской стороной. Но несколькими днями до этого ряд российских пабликов сообщал о том, что Кремль остановил все разговоры, которые касались обменных процессов. Переговоры остановлены. Некоторые эксперты говорят о том, что ахматовцы, кадыровцы, они очень важны для России. И вот именно то, что их захватывают в плен, это говорит о том, что переговоры об обмене, они будут идти. Ну вот, как следствие, видим, что Россия инициирует эти переговоры. А в чем ценность кадыровцев? Никакой ценности кадыровцев для Путина нет. Она равна нулю. И вот почему. Он терпит, Путин, но его, безусловно, раздражает поведение кадырова. Да? Вот эти тикток-отряды, вот эта вот кадыровская самостоятельность. Поэтому он бы с удовольствием еще украинцам деньги заплатил за этот щелчок по носу кадырову. Вот этим Алаудиновым, вот это вот, да. Кстати, пишут, что его взяли в плен. Ну, неважно, взяли, не взяли. Она, Москалькова, заговорила об обмене совсем не о кадыровцах. Не из-за кадыровцев. А из-за тех многочисленных работников спецслужб, которых автоматически взяли в плен. Там и ФСБшники, там и военная разведка. Понимаете? Вот это люди клана Иудинова. А вот это, этих надо менять. Понимаете? Своих гбшников не бросают. Поэтому он берет тех, кто ему нужен. А кто не нужен, а кадыровцы для него мусор. Потому что потом можно сказать, видишь, как твои воюют, да, ты там хочешь чего-то, денег там, опять бородой трясешь, дон-дон, вот тебе и дон-дон. Поэтому вот такой ответ на этот вопрос. Тут кадыровцев, а для нас это замечательно. Пусть этот Алаудинов сидит здесь, пусть кадыровцы сидят здесь, и мы будем говорить, отдайте нам всех азовцев. Вообще это серьезная операция. Здесь количество пленных, оно самоценно. Потому что их просто берут пачками. И насколько я знаю, я не знаю, говорил или нет, их уже больше тысячи. Поэтому нормально. Давайте меняться. Вот, пожалуйста, хотите там мы вам ваших ФСБшников отдадим за всех азовцев. В общем, есть чем торговать. Путин хотел мяса, пусть мясо свое получает. Тема подрыва северных потоков опять всплыла в виде статьи Wall Street Journal, где утверждается, что якобы в подрыве северных потоков виноват залужный, мол, ЦРУ требовала, узнав об этой операции, требовала от Зеленского ее отмены. Тот согласился, отдал приказ залужного, но якобы залужный не только отказался выполнять этот приказ, но и внес ряд изменений. Понятное дело, что украинская страна уже это прокомментировала, в частности, вот советник главы ОП Подоляк в комментарии рейтер сказал о том, что Киев не причастен к подрыву северных потоков, поскольку на это не было ресурсов. В связи с чем тема северных потоков постоянно всплывает и постоянно всплывает с каким-то украинским следом, что постоянно пытается делать Россия? Вот с чем связано очередное? Вы знаете, я бы тут не обвинял Россию. Причем тут Россия? Россия следствие открыла, но она его не ведет, потому что у нее нет ни средств, ни возможностей, как она может вести следствие. А вот Германия, как вы знаете, следствие открыло, следствие вела, нашла какого-то украинца, который якобы имеет к этому отношение. Правда, позвонили этому украинцу, он дайвер, его на камерах видели там перед тем, как был взрыв, и он сказал, я к этому отношения не имею. Ну, удивительно, если бы он сказал, я к этому имею отношение, идите арестовывайте меня. Значит, немцы последовательны. Это страна, которая из всего делает Мерседес, в том числе и следствие. На самом деле, взрывы как-то о них все забыли, но Германия вела следствие, потому что это было фактически, ну, понимаете, да, там люди подали в суд, они вложили в это деньги и так далее. Ну, а то, что сейчас пишут про заложного, понимаете, я не могу это прокомментировать, потому что у меня нет сведений, я там со свечкой не стоял. Могли заложные не ослушаться президента, сделать это, что могло и стать таким началом крупного раздора между ними Зеленским, в результате чего он был отстранен, заложный, и все может быть, но, понимаете, у нас пока мало информации, тем более, видите, Подоляк вообще выводит Украину из этой игры, мы ничего не делали и вообще к этому не имеем никакого отношения. Есть еще одно расследование, если я не ошибаюсь, шведское, посмотрим, что они скажут, но я думаю, что мы здесь правды не найдем, да, я так полагаю, что и не надо. То есть эта история никогда не будет иметь финальную точку, судя по тому, как это... Ну, не знаю, может, когда-то и будет иметь, может быть, кому-то в стиле Путина за это еще дадут медаль Героя Украины, понимаете? Но сейчас, так сказать, украинская сторона считает, что ни время и ни место. Сейчас другие вещи идут вперед, но Россия к этому расследованию и к этой инспирации, так сказать, что залужены и так далее. Ну, может быть, это какая-то контрпропагандная операция России через западные СМИ для того, чтобы сместить внимание. Ну, какое внимание? Ну, один день. Вот мы сегодня с вами поговорим об этом, да? И на завтра это забудется. А вот штурм очередного города, вернее, мирный вход в очередной город в Курской области, или в Белгородской области. Вот это вот запомнится. Понимаете, поэтому это политика, там каждый копошится как может. Затаем со ссылкой на источники. В свежем материале пишут о том, что Британия сейчас призывает союзников Украины разрешить удары штурмшедов по территории РФ. Мол, официальная оппозиция Лондона не изменилась, удары дальнобойными ракетами вглубь России запрещены, но вот британские министры сейчас ведут закрытые переговоры с правительствами других стран, чтобы Киеву было дано такое разрешение. Британия всегда, в принципе, была локомотивом, как и по поставкам вооружений, так и по каким-то серьезным решениям по военной помощи Украине. Как считаете, вот эти переговоры, которые сейчас неофициальные, они могут в ближайшее время увенчаться успехом? Ну, все может быть. Дело тут в одной хитрой вещи. Понимаете, до наступления украинцев, вот этого, специальной военной операции, как все шутят по этому поводу, украинская специальная военная операция, была такая идея мира, мира, надо переговоры, ну, и вы знаете, все предлагали свои мирные планы, 10 пунктов, 5 пунктов, 4 пункта и так далее, все вот это вот было. И вдруг украинцы все это дело обнуляют, причем обнуляют чисто в стиле Путина, как он обнулил свой срок президентский, как он обнулил Конституцию, понимаете? Потому что когда ты вторгаешься на территорию агрессора, который это совершенно не ожидает, когда ты прешь как танк, во всяком случае, на сегодняшний день, то Путин вынужден сказать, что он против любых мирных переговоров, потому что это плохие украинцы, бандеровцы напали нас, непонятно почему, на прекрасную российскую землю. ну, ну, теперь это пощечина не только Путину, но путинская эта фраза, это пощечина Китаю, Индии, Бразилии, всем, кто предлагал какие-то варианты мирных переговоров, Орбан сейчас, так сказать, отдыхает, вот он там ездил, предлагал какие-то варианты, понимаете, Запад вдруг понимает, что может быть еще и 28-й вариант, а именно такой, что если далеко зайти в территорию России и держать ее, то это как ни крути, как бы там Путин не хорохорился, это принуждение силой к миру, понимаете, ну, что-то с этим надо делать, вот как-то из этой ситуации выходить, поэтому выходить либо военным путем, но тогда все плохо, значит, либо надо объявлять тотальную мобилизацию, чтобы собрать там 2-3 миллиона человек, но русским это не понравится, да, и это может действительно стать концом Путина, он как-то вот держался, держался, либо бросать туда срочников и снимать людей с украинских фронтов, что уже в какой-то степени началось, только они делают хитрость, они снимают не крупные соединения, они берут из каждого соединения, там по 10-15 человек, ну, чтобы создать видимость, что у нас все хорошо и мы правильно воюем, либо третье, все-таки думать о каких-то мирных соглашениях, поэтому вот как head and shoulders, плюс еще что-то, вот этот трое в одном сосуде, Украина продолжает свои заявления о том, что мы за мир, мы самые мирные и так далее, Зеленский делает заявление о гуманитарной составляющей, что там люди должны быть всем обеспечены, те, кто хотят, могут уйти в Украину, и это действительно для них хорошая возможность, понимаете, ну, да, там придется покинуть своих кошек, собак, огороды и так далее, но, ну, понимаете, это война, вот война пришла туда, Путин не смог защитить, надо было защищать, он не смог защитить, и дальше квадратно-гнездовым способом будет, то тут зайдут, то там зайдут, поэтому военные действия лучше агитатор за мир, чем крики за мир, понимаете, и как видите, ну, я сторонник того, что Зеленский делал в Швейцарии свой саммит мира, но, как видим, там люди подписали и все, а здесь вошли и, так сказать, поэтому, отвечая на ваш вопрос, понимаете, ведь, что важно для западных стран, в конце концов, прекратить финансировать Украину на бешеном уровне, понимаете, то есть, ну, то есть, чтобы прекратилась горячая фаза войны, поэтому, я так думаю, что под шумок могут дать разрешение бить по России на всю длину, сколько может это оружие. Тут есть еще одно обстоятельство. Российская доктрина ядерная предусматривает использование ядерного оружия при нарушении суверенной российской территории. Но, как видим, никаких разговоров о ядерном оружии нет. Более того, алкоголик Миш, этот, как я, Медведев, тут он вот выступал, и если раньше он все время говорил ударим-ударим, сейчас почему-то он забыл, что такое ядерное оружие. Понимаете, да? Пока что вот эти петухи в ток-шоу вспоминают про ядерное оружие, но, как ни парадоксально, я думаю, что им заткнут глотки. Почему? Потому что они сейчас прямо дискредитируют Путина. Потому что, ну, есть же ядерная доктрина, ее принимали перед большой войной. Понимаете? Вот взяли Крым, а после этого, так сказать, чтобы ни у кого не было настроения нападать на Россию, вот они приняли доктрину, исправили. Ну, вот перед вами нарушение суверенной территории. И где атомные бомбы? Нету атомных бомб. Да? А эти кричат, ну, так теперь пора бы. Пора бы. Поэтому скоро заткнутся, а Медведев это самая лучшая лакмусовая бумажка. Если он молчит про ядерный удар, значит, его сказали, Дима, оставь пока это дело, да, не подставляй верховного главнокомандующего и человека, который тебя кормит. Вот такая вот история. Поэтому все красные линии перешли и на фоне того, что происходит, разрешение бить на 50 километров дальше, ну, это смешно. Понимаете? Но Байден, так сказать, Камала Харрис, он не хочет ее подставлять, он не хочет, чтобы Трамп что-то такое использовал. Ну, понимаете, здесь же изобретательность в политике, она бесстыжая от начала до конца. Особенно в Соединенных Штатах Америки, где законом разрешено унижать, хейтить и оскорблять соперников. Ну, вот так у них сделано. Понимаете? Поэтому посмотрим. Посмотрим. Часто мне приходится говорить посмотрим, но, понимаете, каждый день у нас другая война и каждый день у нас другая ситуация. до конца. До встречи. Продолжение следует...